Зачем нужна философия, я не знаю, я это не смотрел вроде как, но я не знаю, что интересно. Вот сейчас уже будем смотреть что-то. А где? Где? Так, нет, я на видео. Должен быть видео, вот. И вот Uber Marginal, снова. Будем теперь смотреть Uber Marginal, видимо, пока вы не заплатите за что-то другое. Запустить то видео, которое заказал человек с никнеймом Стас. Так, что бы это могло быть? Другие истины, у тебя другая система ценностей, то почему бы и нет, собственно говоря. Но ты подкачался без знаний в предметной области, прежде чем однозначно философию хуйней называть, обыграть цитатку Маркса про философский анонизм, висполовую любовь, привязка к ней, чему, блять, я не понимаю, это как бы... Ну, прежде чем однозначно... А, все, я неправильные интонации расставил. Но ты и подкачался бы в знании предметной области, прежде чем однозначно философию хуйнюю называть. Обыграть цитатку Маркса про философский анонизм, висполовую любовь, блять, очень сумбурная и очень много ошибок, я не могу понять, что вот как бы от меня хотят в данном случае. Так я как бы транслирую свою обывательскую точку зрения. Я считаю, что философия мертва. Философия изначально... А как же марксизм? Ну, это наука, наверное. Это мать всех наук. Она должна была попытаться объяснить то, чего не способны объяснить остальные науки. То есть, философия была, когда других наук, в принципе, просто не было. Привет, Артур Георгиевич, дела отлично, вот пока смотрим видосики. На момент даже не существовавшие. Почему? Да, вот именно, их не существовало просто. И даже в 20 веке появились благодаря философии науки, которых не существовало. И в 19 веке появились от философии науки, которых не существовало. Социология, например. А в 20-м культурология, например. Одна из многих наук, которая тоже появилась непосредственно из философии. Сразу же хочется задать вопрос. А какого хера в 21 веке вдруг философия может быть бесполезной и мертвой? Вопрос. Интересный вопрос, да? Почему же вдруг философия неинтересна и мертвой? Почему вот за 20 лет, да, действительно, ну, всего-то 20 лет прошло, она ничего не породила? Почему вот, блядь... То есть, еще в 20 веке она сделала, ну, просто колоссальный прорыв для науки. Науки, включая социологию, включая естественные науки, так как разрабатывались методы демаркации. Прежде всего, верификация, ну, наконец-то сформировалась логично. И это нормально, это хорошо, это клево. Верификация – хороший метод. И фальсификация, фальсифицируемость, которая сейчас используется тоже в науках естественных. В 20 веке это произошло, как бы. И почему вдруг философия становится бесполезной? Если еще в 20 веке она показала науке, ну, просто нереальные результаты, взрыв мозга, в общем-то, сделала то, что теперь используют все. Все науки это используют. Вот почему? Вот что? Что не так? Как бы тот же самый... Нет, сейчас мы будем, что Маргинал отвечает. Мне больше интересно, что отвечает Маргинал. Понятно, со Стасом он даже не пытается, как бы, разобраться в теме. Привет, кстати, Павел. Ну, Стас, как бы, ну, Стас – это Стас. Стас – марксист, который не умеет читать Маркса. Нормально, Гегеля не читал. О, пообщаться с Каджитом. Спасибо, Артур, я люблю доллары. Тотель, да, почему тот же самый Гиппократ. Это абсолютно все, вот, кто были начальниками каких-то научных действий. Еще гепатит. Гиппократ, гепатит и гемоглобин. Три философа древних. У их истоков они были, при этом, еще и философами. Философия сейчас не нужна, потому что на все философские вопросы способна ответить наука. Вопрос метафизики нет, вопрос этики нет, вопрос эстетики нет, вопрос логики тоже нет, потому что над логикой работают до сих пор философы. Хм, а над вопросами философии и науки, методологии общей науки наука тоже не может найти ответа, потому что нет такой науки, отвечающей за методологию прям. Ух, как весело. Наука способна ответить, что там в дальнем космосе, да, как там... В космос летал, бога не видел, окей. Скажем, вот такие философские вопросы. Какие вопросы, как музыка влияет на человека? Не, ну я в принципе согласен со Стасом больше, чем с маргиналом в том смысле, что философский вопрос в том числе, что это там в космосе и как узнать, что там в космосе. И действительно ли то, что мы видим, находится там в космосе, например. Это философские вопросы в том числе. И они зависят от философской методологии. То есть я здесь даже со Стасом согласен в том смысле, что вот эти вот предметные области, которые он называет, это в том числе были предметные области философии, да и в принципе остаются. Философ может задавать вопросы об этих предметных областях до сих пор. Ну, например, как это делается? Ну, возьмем пример мозга в колбе. Ну, то есть мозг в колбе у нас находится. Все вокруг иллюзия. То есть у нас сигналы поступают в мозг, и мозг этот вот, в общем-то, все получает информацию просто в качестве восприятий. Он думает, что он все видит, понимает, а на самом деле нет. Вот такой вот философский парадокс. И он философский. И он опровергает науку и все, что находится там в дальнем космосе, например. Вот таким парадоксом не то чтобы опровергает, заставляет усомниться как минимум в этом. И это философия, в том числе философия. То есть с маргиналом я, наверное, не соглашусь, когда он пытается придать философии какое-то странное предметное поле. У философии нет предметного поля. Все предметные поля по определению исконно, изначально и в процессе развития всего, что вообще существовало у нас в интеллектуальном мире, они принадлежат философии. Другой вопрос, что иногда появляются науки, которые с помощью определенных методов, чаще всего тоже околофилософских, пытаются раскрывать эти самые поля. И у них чаще всего в этих вот областях раскрывается, ну, больше успеха у них получается. И все, ну, нормально, работает. То есть фразу Фридриха Ницше, единственное ради чего стоит жить, это музыка, ее... А у Ницше есть еще и критика теории познания, у Ницше есть метафизика, у Ницше есть вообще много всего, как бы... Антропология у него есть философия жизни, критика этики, альтернативная этика и так далее, и так далее, и так далее. Ее в 21 веке может обосновать наука, почему это... Нет, не может. Во-первых, не может, потому что утверждение херовое. Эта фраза действительно правильная, и как музыка та или иная влияет на чуть ли не на физическое состояние человека, потому что проводится исследование. Следовательно, даже эта мысль Ницше, она была не нужна бы в 21 веке, но, возможно, была там незаменима, когда наука не находилась на таком глубоком столпе познания, на таком глубоком уровне познания, что... Не, ну, фраза просто сильно общая. Здесь, скорее всего, Ницше ошибается. Сильно большой акцент делается на музыку. Ну, вот представьте, Павел, что вы оглохли. Все, вы не можете слушать музыку. Как? Каково? Каково вам после этого? Можете ли вы продолжить утверждать то же самое, что утверждал Ницше после того, как вы оглохнете? Ну вот, Олег Богданов пишет. Хз, я в музыке разочаровался в какой-то момент. Ну, дело не в том, что разочаровались и не разочаровались, но вот, понимаете, сильно-сильно абсолютное утверждение у Ницше. Оно, скорее всего, ложное. И, скорее всего, оно пафосное. Оно просто пафосное, понимаете? Как бы сильно пафосное, сильно общее. И это не самое главное суждение Ницше в целом. Это то осуждение, до которое нормальный читатель не обратит никакого внимания. Чтобы исследовать такие процессы, как, допустим, когнитивный процесс, который у нас... Наука не отвечает на вопросы, которые начинаются со слов «ради». Да, согласен. Но при этом внутри науки нужно делать что-то ради чего-то. То есть, в структуре самой научной работы всегда прописывается актуальность, цели, и какие практически достижения, в принципе, могли бы появиться из этого. Олег Богданов замечает, а музыку в голове слышать можно и во сне, причем новую, незнакомую, совсем в принципе, можно. Но если вы с рождения глухой, то у меня для вас плохие новости. К сожалению, да. А есть такие люди, у них несколько иное бытие тогда получается, вне звуковое. И они не слышат музыку. Много всего. Я считаю, я выразил свое обывательское мнение. Что я на него не имею права? Ну, блядь. Ну, сейчас, сейчас, давайте дождемся, когда, наконец, серьезный, более-менее человек начнет отличать на поставленный вопрос. Спаснуйте, почему, когда я Марго об этом сказал, он не смог мне обосновать, для чего нужна философия? Конкретно, какие задачи она выполняет? На самом деле, никакие. У нее бесконечное множество задач, бесконечное множество предметов, бесконечное множество решений. То есть, потенциально, все, что будет зарождаться в интеллектуальной среде нового и более-менее обоснованного, будет просто автоматически называться философией. Все. Как бы, как бы все. И вот это вот что-то новое, необычное, продуктивное, созданное мыслью человеческой, в итоге может уже развиться в некую дисциплину. Спасибо, обиженный человек. Посмотрим после этого видео. Так вот, может развиться в некую дисциплину. Научную дисциплину. Может быть, даже в нейрофизиологию. Как вам такая польза от философии? Никакие. Она не выполняет задачи, она их ставит. Ладно, окей. Мы совпали с маргиналом. Какого должна быть конкретная цель? Правильно. То есть, вот пусть, если бы он обосновал, да я бы признал свою ошибку. Ну, объясните вы мне. Не, ну это просто понятно. Вот, ну, например, Стас мог бы взять в качестве такого фундамента Карла Маркса. Или Ленина, или Сталина. Сталин типа философ. Допустим, как философ. Что эти люди сделали? Вот что они сделали? Они сформулировали теорию. В соответствии с этой теорией начали проводить определенные политические практики. Политические практики сами по себе были бы невозможны без теории. Они были бы бессмысленны. Они были бы не целенаправленны. Не было бы какой-то картины вот такой коммунистической устремленности туда. К светлому будущему. Как говорит великий знаток коммунизма Ежесармат, к большему. Не было бы вот этого устремления к большему, к прекрасному, к замечательному, к освобождению всех пролетариев. К единству и к равенству. А вот еще единство и равенство надо бы обосновать. Это тоже философски производится. То есть на практике равенство достигнуть. Ну, в смысле равенство. Ну, чтобы достигнуть равенства физического, интеллектуального, экономического, не знаю. Ну, мне ноги отрубить, например, потому что есть инвалиды. Руки, потому что есть инвалиды без рук. Можно голову еще мне отрубить, но тогда мы все будем равны, если мы все умрем, да. Ну, то есть, как это обосновывается? Фреск пишет. Философия, бесполезная теоретическая наука, хорошему ничего не дает и не приводит скучная наука. Это не наука, во-первых. Прежде всего, это не наука. Во-вторых, не только теоретическая. То есть, в философии есть теория, но есть и множество практик. Ну, то есть, политику и этику еще Аристотель называл практической философией. Потому что с помощью и политики, и этики сообразуется жизнь. С помощью этики вы создаете свою собственную жизнь, делаете ее такой, какая она должна быть в соответствии с вашими этическими убеждениями. А с помощью политики вы уже создаете жизнь окружающих вас людей. То есть, это практика, это прежде всего практика. Это очень мощная практика. Каждый политик, это что, философ? Нет, политика просто восходит к философии генеалогически. Вот. Любой политический режим, который выходит за пределы самых примитивных первых режимов, в общем-то, древности, они уже так или иначе связаны с философией. В том числе, да, уже профессионально есть политическая философия. Но политика, как дисциплина, тоже откололась от философии. Ну, то есть, тут тоже так же, понимаете, все происходит. И какие-то политические проекты, они возникали всегда из философии. Вот как ни странно. Вот как ни странно, мощные политические проекты, которые у нас есть сейчас, они возникли из философии. Монархия, ну, наверное, не знаю, нет. Монархии трудно. Тут можно, тут нужно немножко вот так вот повилять и хитро все, все факты как-то вот разыграть, чтобы это точно утвердить. Фактически подтверждение того, что монархия возникла из философии, ну, наверное, нет. Ну, то есть, это не факт, что она не возникла из философии. Но, наверное, все-таки нет. А какие-то более-менее прогрессивные режимы, ну, такие вот политические. Коммунизм, демократический режим, там, я не знаю, конституционная монархия. Конституционная монархия, например. Просто какие-нибудь конституционные строя. Это все так или иначе откололось от философии. Спасибо, Павел, спасибо. Птица, пицца, все будет внутри. Спасибо, Павел. Ну, так наука тоже генеалогических философий, разве нет? Да, плюс-минус. Просто понимаете, в чем проблема? У слова «наука» колоссальное количество определений. Мы не знаем, это практика, это теория, это теоретические или практические науки. Что такое наука? Просто к практическим наукам мы не можем применять верификационные какие-то критерии. Да, Павел, философия в том числе и оправдывала монархию. Да, но вопрос, породила ли она ее. Ну, вот мы, например, достоверно знаем, что вся демократия, она так или иначе появилась из философии. А просто философы сначала, ну, сначала греки, а потом уже возрождали все это вот уже непосредственно в эпоху просвещения и немножко раньше. Ну, то есть философы проработали первые теоретические такие вот практики, которые в итоге стали повсеместными в политике, разделение властей на исполнительную, там, судебную власть и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это вот то, что я сказал, например, у Лока было. И это только вообще малая часть того, что можно узнать в политической философии. Политическая философия, она породила политику как некую практику. То есть никто бы даже, наверное, не пытался делать нечто вот такое, что в итоге получилось, если бы не философия. Философия в некотором роде, да, и создала СССР. Отчасти, 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 да. С одной стороны, это теоретики, которые все прорабатывали, продумывали, пытались это сделать правильно. А с другой стороны, это уже, ну, как бы и практика. Практика не всегда удачная, не всегда совпадающая, в общем-то, непосредственно с теорией. Иногда теорию приходилось обходить. Ну, то есть, понимаете, все левые режимы, так или иначе, почему-то, ну, тяготели к правому дискурсу очень сильно. Ну, то есть, что-то там со свободой были всегда проблемы большие, например. Чтобы освободить людей, их приходилось, наоборот, побольше закабалить. Ну, то есть, теория с практикой расходилась почти всегда. Но этой практики бы не было без теории. В 21 веке зачем нужна философия? Для того же, для чего и в любом другом веке. Для того же, для чего она была нужна в 20 веке. Для того же, для чего она была нужна в 19 веке. Или для того же, для чего она нужна была в Древней Греции. Для того, чтобы производить продуктивные, мыслительные какие-то конструкции. Которые мы можем проверять, которые могут работать или не работать. Которые мы можем использовать в качестве целых в итоге потом областей. Если вот эти вот конструкции разрастутся. Получат какие-то исследовательские подтверждения или опровержения. Или еще что-нибудь такое. Вот зачем. Ну, то есть, если мы сейчас просто возьмем, перерубим философию. Все, считайте. Никаких фундаментально новых научных дисциплин никогда больше не возникнет. Ну, то есть, например, не получится такого откола, как вот социология внезапно появилась из философии. Потому что, ну, некому будет это придумывать. Ученые будут заниматься своими делами в рамках своих дисциплин. И их это вполне устраивает. Евросоюз тоже отчасти философами создан. Тем же Кожевниковым. Ну, в принципе, я, понимаете, я действительно согласен, что у философии большой продуктивный потенциал. Ну, то есть, без философского базиса практически бы ничего не было. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором оно сейчас есть. И науки бы в том числе тоже не было. Ну, просто философия, с другой стороны, это очень тоже большой, такой растяжимый термин. Практически каждый ученый начала нового времени, он был философом. Называет себя натурфилософом. Ньютон еще себя все еще называет натурфилософом. Хотя он не самый ранний ученый нового времени, как бы. Вот. Он все еще себя именует натурфилософом. И в своей книге он подписывает натурфилософию. Не знаю, натуральная философия математики там у него получается. Нормально. Какова ее цель? Какую цель она выполняет? У нее нет одной цели. Ну, что маргинал скажет? Давай. Если у всего должна быть конкретная цель, тогда у наличия цели тоже должна быть конкретная цель. Верно. Тоже, кстати, верно. Ну, то есть, философия создает цели. Да, согласен Кирилл Ким. Да. Да. Ну, то есть, теоретическое осмысление, оно важно и для теоретической физики, и для нейробиологии. Вообще, для любой дисциплины. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Логика, она теоретична. Это чистая теория. Это чистый идеализм, как бы, придуманный людьми. Так же, как и математика, кстати. Это чистый идеализм, тоже придуманный людьми. Используемый именно благодаря определенным философским, в общем-то, предрассудкам, так скажем, в позитивном смысле. То есть, это предрассудки, да. Но их используют для практики, для пользы, и они помогают. Олег Богданов, кстати, ну, здесь тоже правильно заметить, что и в философии нет устоявшегося определения, и у науки нет устоявшегося определения. И как тогда проводить разницу? А вот никак. Вот в чем проблема? Ну, науку, я считаю, адекватно рассматривать как определенную систему, единую систему, которая возникла, ну, где-то в начале нового времени. Да, уже начали формироваться институты таких вот людей, которые занимаются одним делом, используя при этом одну и ту же методологию приблизительно. Именно такой вот в общих чертах философскую методологию. У них уже зарождается естественная установка, они как-то уже понимают друг друга, начинают разрабатываться конкретные области науки, и они как-то в этом смысле взаимодействуют. Первые шаги к этому были сделаны в начале нового времени. И это, ну, вот как-то вот так я пытаюсь это определить. И вот с этой наукой я как бы обычно и спорю. Вот та наука, которая тогда начинается. А кто-то говорит, а наука была всегда. А наука была всегда, там какие-то практики происходили, там что-то делалось, понимаете. Колесо кто-то изобрел, там, не знаю. Астрономы смотрели на небо. Вот это тоже типа наука. Это по другому определению, да, это тоже наука. Только там практически уклон обычно на это ставится. Хотя, тоже когда как, понимаете, все настолько непонятно, что, ну, вот и с наукой, и с философией, что, ну, вот трудно. Но тут другая проблема, понимаете. Философом мы можем назвать вообще любого человека. Брюса Ли. Мы можем назвать философом Брюса Ли. Вообще без проблем. Ну, с проблемами, конечно, но можем. Можем. Можем назвать философом Брюса Ли. Но при этом мы не можем назвать Брюса Ли ученым. Сейчас мы к ученым можем причислить только людей, принадлежащих, как написал Кирилл Ким, к определенным академическим институтам, например. Да, действительно. Или так иначе принадлежащим каким-то лабораториям, проводящим какие-то более-менее такие вот практические исследования. То есть мы не можем сейчас назвать ученым какого-нибудь греческого астронома. Представьте себе человека, который сейчас был непосредственно бы астрономом в духе древних греков. Смотрел бы на небо, отмечал точки, размечал вот эти вот все замечательные созвездия. Отмечал и вкладывал в них какой-то мистический смысл. Вот, вот он тогда таким был ученым просто. Он как бы был одновременно и фантазером, и магом, и, не знаю, и астрологом, и все что угодно. Еще и алхимию мог сюда вот звезды вот таким вот образом встали, а я могу в это время смешать какие-то материалы, и получится философский камень или что-нибудь такое. Вот, да, ну, понимаете, просто с философией еще более широкий термин, чем наука. Это, в принципе, ну, наверное, понятно более-менее. По крайней мере, мы можем назвать... Так астрономия породила астрологии и пастухи, только Панчину это не говорится. Ну, в том числе. Какова она? То есть, изначально была только одна цель – познание мира. Нет. Нет. Философия включает в себя ряд фундаментальных дисциплин. Плюс ко всему, некоторые философские течения не занимаются познанием мира в принципе. Сиамет спрашивает. Топ-3 десократиков. Парменит, Эмпидокл, Гераклит. Согласен? Я бы включил туда, ну, не знаю, кого-нибудь из софистов. Например, мне очень нравится, как его, боже мой, зовут. Так, Протагор. Парменит, Эмпидокл и Протагор. Вот-вот-вот, допустим, мой список. Трех ток десократиков. Эмпидокл за свой стихийный дискурс сюда входит. Впервые сформировал полноценный стихийный дискурс для греков. Это мощно. Парменит задал проблему бытия и попытался ее решить. И решить ее таким образом, что отклики его решения наблюдаются как в платонической, неоплатонической, перипотетической философии. Ну, то есть, Парменит — это голова. Это гигант. Это монстр философии просто. Это титан. Гераклита, к сожалению, придется здесь немножко подвинуть. Он был бы четвертым. Просто Протагор предлагает сложнейшую, в общем-то, плюралистическую систему, в которой уже не важно, кто там какие утверждения делает, какие тезисы предлагает. Все можно рассматривать плюралистично. То есть, человек есть мера всех вещей. И как раз уже софисты и Протагор, они не занимались познанием мира. Им это было неинтересно. Их больше интересовал язык, риторика, общение друг с другом, философские парадоксы. То, вот как можно все вот это вот объять, всю философскую систему. Это, по сути, была первая метафилософия. Не попытка познанием заняться, а попытка заняться философией как дисциплиной. В том числе, как-то объединить вот этот вот массив великих досократиков. Понимаете? Старшие софисты это очень мощные мыслители. Но, судя по всему, судя по их высказываниям, оставшимся для нас. И я думаю, Платон их значимость сильно преуменьшает в своих диалогах, к сожалению. Я повторюсь, с этим сейчас справляются другие. Но, возможно, я не... Так, продолжаем. Что у нас? Познание. Нет. Ну, то есть, был скептицизм, была софистика. Это анти-такие вот познающие школы. Плюс ко всему была этика и эстетика. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, понимаете, этика и эстетика, они не занимаются в прямом смысле познанием. Ну, то есть, как можно познать этику? Только в том смысле, что у нас могут быть какие-то этические законы, лежащие в мире. Ну, то есть, Бог какой-нибудь нам их задает. Да, может быть. Тогда мы познаем Бога, а не этику. А есть этика, в принципе, отделенная от божественного. Уже в Греции она есть. Потому что в Греции появились первые атеисты. Ну, может быть, не самые первые атеисты, но первые философствующие атеисты. Сиамет 2 спрашивает. Как читать правильно старые тексты, если античные стили письма отличаются от того, к чему мы привыкли читать сегодня? Ну, я не знаю относительно старых текстов, относительно Платона. Все просто. Платон очень просто вычитывается. Там на самом деле практически художественная литература с мудрыми такими вот изречениями, при этом выложенными, ну, в такой логике хорошей. Диалоговая составляющая сильно упрощает это. Аристотеля тяжело читать. Потому что он... Это учебники. Это не рассуждение на тему. Это учебники чаще всего. Это учебные пособия. Это высказывания. Это высказывания и часто отобранные некоторые утверждения, которые, ну, так вот или иначе, далеко не всегда были собраны, в общем, в единую систему. Поэтому ты такой читаешь, и ты не всегда понимаешь, что там происходит. И с Аристотелем трудно. Аристотель один из самых тяжелых просто мыслителей античности. Если мы читаем Диоген Лерского, там вообще все просто. Это самая веселая, самая добрая, самая потрясающая история философии. За всю историю философии. Ну, то есть, она не самая лучшая, наверное, по качеству, но она интересная. Так. Не знаю. Аврелия Сенику читать очень легко тоже. Там этические постулаты. Не ады просто читать. Ну, много-много, но просто. То есть, в принципе, понимаете, многие стили уже сформировались непосредственно. Так, сейчас, да, Лек, объясню. Так вот. Многие стили письма так или иначе сформировались уже в Греции. Те же самые гномы. Они назывались гномами. Сейчас это называется, короче, афоризмы. То есть, вы читали афоризмы Ницше? Да, у греков такое же было местами. Ну, норм. То есть, понимаете, диалоги, диалоговая форма тоже была развита. Форма философских трактатов, рассуждений тоже была развита. Секста-эмпирика не так уж тяжело читать. Это вполне такой себе адекватный философский текст. Не самый тяжелый разве. Ну, сейчас я достану. Он у меня в раю лежит. Сейчас, друзья. Так. Господи, ну где же ты мой секст-эмпирик? Сейчас, друзья, подойдем. Секс. А, он гринцы. Точно. Сейчас. Шадов пусть будет к вам. Сейчас будет шедов. Вот они, мои любимые. Так. Ну, что? Шадов достал книжки. Представляете? А, так. У меня тут секс-эмпирик. Блин, он зеленый, поэтому он прозрачный. Окей. И диаген лаерский. Ну, вот смотрите. Диаген лаерский, например, ну, чтобы проще было. Это просто вот истории. Киринаики прежде всего поражает и здесь, в этом якобы систематическом анализе, чрезвычайно большая склонность к простому описанию и отсутствие интереса к логической последовательности. В учениях излагаем... А, это нет, это наши уже пишут. Это наши современные мужики пишут. Вот, смотрите. Совет бывает трех родов. Он может исходить из прошлого времени, из будущего и из настоящего. Ммм, какая мудрая мысль, как бы. То есть здесь все очень просто. Здесь вообще все очень просто. Или вот, например, Атимон задел его в таком стихе. О ком это он здесь пишет? Про Аристотеля. Не Аристотель с его пустословием, не знающим сдержки. Ха, я обожаю Тимона. Это Атимон, это один из скептиков. Да, это из серии памятники, да, действительно. Так вот, Тимон, это один из скептиков, который написал ссылы, и это жестко. Он просто обсирал всех философов в своих ссылах. В том числе и Аристотеля, это забавно. Это, по крайней мере, радует, что не все респектовали Аристотелю. Так, а теперь «Секс. Эмпирик». Две книжки в двух томах. Ну вот, смотрите. Так, сейчас это какая книга непосредственно? Что мы будем считать? Так, сейчас посмотрю, что мы непосредственно сейчас считаем. Это, скорее всего, две книги против логиков? Разве? Киринаики, логики? Нет, это, наверное, две книги против физиков уже. Опять же, на киринаиках мы не будем останавливаться, мы только что про них читали. Давайте перескочим. Ну вот, смотрите, вот он здесь описывает Эпикура. Ну, то есть, у Аристотеля есть простые такие вот моменты с историей философии. У секса есть. Ну, например, Эпикур ввиду существования двух взаимно объединенных предметов, представление и мнение говорит, что из них представление всегда истина. Все понятно, все понятно. Действительно, подобно тому, как первичные аффекции, то есть удовольствия и страдания, возникают от какого-то возбудителя. И в соответствии с этим возбудителем, ну, просто. Да, философское наследие это называется. Ну, это не так уж интересно, потому что эта книжка против, против. Есть еще против ученых и перроновое положение. Нас интересует перроновое положение, потому что... Потому что это перроновое положение. Там положение скептицизма изложено. 207-я страница. Сейчас открываем Секста Эмпирика. Уже второй том. Так, 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 так. Сейчас мы добудем, добудем. Вот и перроновое положение, друзья. О десяти тропах. Обыкновенно, по представлению идущему еще от более древних скептиков, тропах, путем которых происходит воздержание, насчитывается десять. И называются они одинаково рассуждениями. Или местами. Они следующие. Первый основывается на разнообразии живых существ. Второй там да-да-да-да-да. И все это перечисляется последовательно вот о первом тропе. И он проводит рассуждения о первом тропе. О нем, в принципе, и так все понятно. Вы в Википедии можете прочитать об этом тропе. И все будет просто. А мы видео смотрим. Но я, на самом деле, просто переключился с видео на книжку. Все же просто здесь читать. То есть, я, честно говоря, не особо понимаю, почему вам сложно. Просто внимательно, внимательно берем и читаем. Там даже все простым языком написано. Сережа Гай, у нас здесь философские стримы. Олег. Олег, напомните, пожалуйста, что вы меня спросили до... того, как я книжки достал. Мои любимые, мои любимые книжки с экстом эмпириков, с древними греками, любимыми, моими славными. Так, я что-то не могу вспомнить. Осьминог, модератор, не могли бы вы мне помочь и закинуть сообщение еще раз в чат? Осьминог, модератор, прошу. Откиньте мне сообщение. Я хочу ответить на еще один вопрос. А, про... да, Александр, ты в стриме про стихийность объясняешь о том, почему эпидокл крут и в чем прорыв рассмотрения мира в виде нескольких стихий. Олег, сейчас я вам объясню. Дело в том, что стихии, они связаны прежде всего с мифологией. И они воображаемы. То есть, уже Гастон Башляр, например, нам говорит о том, что стихии это нечто воображаемое, это не есть нечто настоящее. То есть, огонь, вода, земля, воздух нам важна не их физическая составляющая, а то, как мы это воображаем. Эмпидокл смог вообразить мир посредством всех четырех стихий. Это мощно. То есть, у каждой стихии есть свои свойства, есть свои качества, есть свои какие-то механизмы, по которым они работают. То есть, у каждой стихии свое правило движения, например. Огонь движется вверх, не знаю, там, вода, земля движется вниз, воздух как-то вот тут посередине немножко летает. У них у всех свои законы, свои динамические правила, свои материальные правила, своя материальная составляющая. Сквозь огонь мы можем провести руку, например. Но будет очень горячо. Через воздух тоже. В воду мы можем погрузить руку, и она станет при этом тяжелой. В землю с большим трудом. Может быть. Но есть еще такие штуки, принадлежащие к земле, ну, например, камни. В камень погрузить руку, ну, с большим трудом тоже мы можем, вряд ли, нет, не можем. Так вот, это четыре различные системы представления мира, которые пытаются завоевать этот мир в своей описательной, в общем-то, власти. Все можно описать с помощью огня, с помощью воды. Все течет, все меняется. Струны какие-нибудь, знаете. Теория струн, это вполне так себе теория, ну, схожая с теорией воды, потому что подразумевается не настоящая вода, а вода онтологическая, а вода воображаемая, вода, лежащая за пределами непосредственно конкретной материи. Книжка упала. Ай, сексный пирик, мой друг. Так вот. Не вообразить, что все соединяется сразу четырьмя стихиями, ну, это очень круто. Вот ввиду этого. Вот ввиду этого это очень, очень-очень неплохо. Спасибо, Овервей, за подписку. Я не прав. И что-то там, блядь, про Маркса писать. Маркс, я не знаю, я его больше все-таки отношу к экономистам. Мне более... Нравится, типа... Он суперэкономист, конечно, но просто экономисты не пользуются диалектикой, к сожалению. Тоже уровень, уровень фанатов Марго, которые поставили больше всего лайков на комментарии, философия действительно вредна, вредна, ведь без нее не было бы коммунизма. Действительно, блядь, про политэкономию мы даже не слышали. Мы даже не понимаем, что главная это экономическая идея Маркса, и он больше всего котируется именно экономистами, а не философами. Проблема в том, что Маркс больше всего котируется философами, а не экономистами. Вот в чем проблема большая. Вот в этом реально большая проблема, потому что в философии Маркс... Потому что в философии Маркса это топ, понимаете? Ну, это круто. Потому что у нас есть франкфуртская школа, у нас есть Сартер, который был тоже отчасти марксистом, у нас есть огромное количество марксистов-философов, и у нас есть марксисты-постмодернисты, на которых повлиял Маркс. Ну, это сильно. Просто влияние Маркса на философию 20-го века оно хорошее. А вот на экономику в плохом смысле только если. Только если, знаете, в ненаучном смысле, в смысле практического применения на территории какого-нибудь Советского Союза, Китая и так далее, и так далее, и так далее. И то как бы пришлось отвергнуть ряд постулатов Маркса, ну, потому что как бы вот... По Марксу пришлось бы ждать очень долго коммунизма, потому что еще не сформировались необходимые капиталистические условия, чтобы было достаточное количество благ для того, чтобы поделить их между всеми. Хотелось бы побыстрее. Сиамат спрашивает. Как могло бы быть так, что, глядя на мертвое тело человека, древние греки не видели в людях таких же существ, как животные? Да легко. То есть... Смерть — это теория. Сиамат спрашивает. Как Ницше можно интерпретировать с левых позиций? Самого Ницше никак, но из его учения можно попробовать развить что-то левое. Не знаю как, но, наверное, можно. Все что угодно делать. Ну, просто убрать все правые элементы, все элитаристические элементы. Я не знаю, что тогда от Ницше останется, правда. Ну, наверное, можно. Ну, наверное, все-таки можно. Ну, такие какие-то вещи, то есть я не знаю. Ну, то есть, давайте посмотрим. В науке Маркс в экономике непосредственно, ну, влияние у него, наверное, не такое большое. Все экономисты от него открещиваются. Не-не-не, никакого Маркса, вы че, Маркс шуе. А философия, наоборот, громадная. Ну, то есть, как бы, плохо. Ну, то есть, ну, в общем, странно, странно, странно. В капитале у Маркса труд переносится метафизически, видимо, на продукт труда экономичника. Ну, это философская концепция, это не экономическая концепция. Дилес был нитшианцем. Не думаю, что он был нитшианцем в прямом самом смысле. Условно, нитши на него повлиял. А сам Левак, как такое вышло? Всякое бывает, всякое бывает. Вышел, произошел постмодернизм, как бы. Ну, вы еще посмотрите, какое у него мировоззрение. То есть, шизоанализ, например, такой вот интересный, хаоидный, хаотичный. Вот это вот, в принципе, отчасти может относить нас к нитши, его методология. Методология хаотичного такого вот процесса, шизоидного процесса, психологии в том числе. Отчасти безумие, получается. Да, ну, то есть, вот тут погружение в нитши определенное есть. То есть, он берет вот этот аспект нитши, хаотичный аспект. Аспект шизоидный, безумный, отчасти. Причем, в хорошем смысле шизоидный, не нужно смеяться. Я здесь не то чтобы шутки шучу. Разбирает хаоидные элементы и так далее, и так далее, и так далее. Я, правда, не специалист просто в делезе. Я просто говорю сейчас какие-то общие вещи. А как он левым стал, ну, понимаете, политические убеждения, да, они тоже философские, но иногда их можно воспринять нефилософским путем, но вот просто взять и поверить. Ну, наверное, было бы неплохо, если бы людям всем было хорошо, у всех поровну все было, и все замечательно, и все равны. Может быть, так и есть. Если для кого-то это секрет, политэкономика Маркса, она, по сути дела, зиждется на философ... На диалектике философской, да. Существование этой дисциплины, оно зиждется на, в общем-то, философии Маркса. Да. Ну, то есть, в любом учении любого философа философия — это фундамент. Когда мы смотрим, там, Лейбниц, не знаю, Кортезий и так далее, и так далее, и так далее, такие замечательные люди, когда их называют, ну, это же ученые были, а в том числе там философией занимались. Нет, они прежде всего занимались философией, а из философии у них и получалось то, что они в итоге сделали. Для науки тоже, да. Такой дисциплины, как политэкономика, за пределами философии марксизма не существует. Если сможете мне, вот, присылайте ссылки на почту, я всегда открыт к диалогу, я готов менять свое мнение. Но объясните мне, на кой хуй в 21 веке нужна философия, кроме того, что... Ну, давайте уберем марксизм, наконец-то, тогда. Вот, было бы неплохо. Почитайте труды Делеза о кино, он там много о ничанских концепциях пишет. Кирилл, понимаете, в общем дело, я не люблю философию искусства. Я стараюсь очень сильно себя вот так вот изолировать, хотя бы в определенных темах, иначе, ну, просто можно... Философия, ну, просто уплыть на миллиарды лет и просто читать, читать, читать и читать. Можно напиздеть, что у тебя диплом о высшем образовании, у тебя лингвистика и вторая специальность философия. И, кстати, неудивительно, я посмотрел про ВУС Убер Маргинала. Единственный знаменитый человек, который оттуда вышел, это Карлос Кастанеда. Ёбаный марксизм. Не единственный, а самый. Да, клёво. Ну, то есть, самый великий, ну, всё. Всё? Всё? Понятно, маргинал чмо, мы это доказали только что, да? И знаменитый не вообще, а в России именно. Не, ну, то есть, лол, и вышел, и вышел. Правильно. Кобес, ну, и, собственно говоря, вот, есть у меня сам... И в чём аргумент? Кстати, знаменитый... Я хочу послушать, что маргинал скажет по этому поводу, просто он пока жрёт. Я не уверен, что он там учился, он преподавал там. Вот. Ну, преподавать могут кого угодно взять, на самом деле, да. Ну, то есть... Да, Олег, действительно, по любому предмету нужно надолго поплыть, и чтобы плыть в каком-то одном русле, лучше изучать один предмет, например. Самый известный человек, который преподавал в UCLA, это Бертран Рассел. Он во время Второй мировой застрял просто в Калифорнии. Ему предложили... Попреподавая в UCLA. Чё бы и нет. Вуз маргинала больше всего свои... То есть, даже если мы говорим... Это правда, спрашивают, что Лебнец был первым, кто обратил свой европейский философский взор на наследие Конфуция. Вроде он фанател от великого китайца, как Шопа от Будды. Забавный факт. Так, относительно того, обратил ли он, да, внимание на Конфуцию, он Лебнец вообще с некоторыми индийскими, восточными концепциями связан, включая китайскую Конфуцию, ну и не знаю. Здесь сложно, сложно. Я давно Торченова не читал, у него как раз поэтому написано «Пути философии» вроде, или как-то там называется «Пути мысли». Там книжка очень интересная, Торченова, бывшего заведующего кафедры. В философии Востока, в СПБГУ, где я магистратуру закончил непосредственно. Трудно сказать, трудно, первый или нет, из философов. Трудно. Мне про каких-то там ученых, философов известных и так далее. Джим Моррисон по-любому известнее Карлоса Кастанеда. Ну типа, блядь, ну реально. Рэй Брэдбери по-любому известнее Карлоса Кастанеда. В США, кстати, никто не знает Карлоса Кастанеду. Это россиянская чисто тема. Серьезно. Серьезно. Ну нет, не россиянская чисто тема, но, блин, наверное, в Америке пофигу на Кастанеду. То есть даже если вы у любителя всякой шизотерики спросите про Карлоса Кастанеду, вообще немая сцена сразу, я, наверное, неправильно это выражение использую. Ой, я телефон не перетачиваю. Он светится на заднем плане. Вот так, иди сюда. Разговоры с телефоном. Давай, Маргинал, скажи что-нибудь существенное. Ну я это уже говорил, в общем-то, много раз. Баскетбольной сборной. Ну то есть, да, действительно, баскетболистов они там хороших выпускают. А так, блядь, не стройте себе... Так убер-маргиналы есть баскетболист. В чем проблема? Лучший баскетболист UCLA просто. Бум-бум. Почему он длинный-то такой? Выше Ежесармата даже. Иллюзии. Ну, американские университеты, они, в общем-то, все про спорт. В общем-то, в этом денег много. Это еще Эмброус Бирс в Словаре Сатаны писал, что... Словарь Сатаны хорошая книжка. В древности у университета было место, в котором преподаются все дисциплины в рамках тривиума и квадривиума. В начале 20 века университета место, где преподается футбол. Ну, имеется в виду футбол. Американский. Да, тут ничего не поделаешь. Рыночек порешал высшее образование в какой-то момент. Высшее образование не показатель ума. И уж тем более, когда жертва эффекта Даннинга-Крюгера становится обладателем высшего образования и кичится этим на весь интернет. Не, ну, наверное, эффект Даннинга-Крюгера у меня образовался после моего образования. Иначе как-то странно. Сначала я пал жертвой эффекта Даннинга-Крюгера. А потом я не в силах осознать собственную некомпетентность пошел получать образование. Зачем? Я бы, наверное, продолжал просто без образования ебошить. Блин, я думал, здесь будет что-то понятное. То есть маргинал ответит, зачем нужна философия по его мнению. Просто у него довольно странное отношение к философии в целом. Ну, на мой взгляд. Ну, я ответил, как я отношусь к философии. И почему она нужна, важна и полезна. Ну, ладно. Пытаюсь какие-то интеллектуальные свои высеры, блядь, вставлять каждому. И при этом даже, ну, элементарно. Вставлять каждому? Чего? Не знаю. Ну, может быть, у них, правда, метрическая система другая. Я сейчас подумал. Я говорю про критику. Казалось бы, мне тут кинули отрывок, где маргинал не может сказать, сколько в одном метре сантиметров. Ну, то есть человек действительно не может этого сказать. И, казалось бы, это фейл. Он что, дурак? Но, по факту, потом начинаешь понимать, что человек живет в Америке, и у них другая метрическая система. Так что... Ну, то есть, не метрическая. Ну, ничего удивительного, что он сходу не смог сказать, что там в одном метре, да, сто сантиметров. И вот я про это и говорю, что нужно на вещи смотреть глубже. А подобные поверхностные комментарии, они просто разлагают зрителя. Зритель, отупевает зритель, не привык смотреть глубже. Ему сказали вот одно, все, он верит. Блин, я думал, здесь будет что-то существенное. Думал, маргинал хотя бы постарается. Но, нет, не сегодня. Не сегодня. Значит, смотрим следующее видео, которое нам заказали.